О дальнейшем развитии парковых территорий в городском округе говорили на заседании Общественного совета парков. Он был создан в прошлом году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В заседании принял участие и глава Люберец. На территории округа семь парков. В 2020 году, несмотря на пандемию, активно велась реконструкция сразу нескольких рекреаций. Заметно преобразилась территория Малаховского озера и Наташинского парка. Установлено колесо обозрения и амфитеатр. Разработана концепция по благоустройству парка Лапса в поселке Томилино. Ее реализация начнется в этом году. Также у нас разработаны дополнительные две концепции. Это по парку Победа Короскова и лесная пушка это Октябрьский. Это пока только концепция. Мы ее сейчас дорабатываем и в ближайшее время вынесем жителям для общественного обсуждения. Также в Центральном парке запланировано строительство площадки для катания на скейтбордах и роликовых коньках. Осталось сюда завести душу. Чтобы здесь была душа. И конечно какой-то изюм. Ведь с вышки. Помните парашютки? Изюм. Да, ООЗУ поставить. Это же идея была. Ну как-то ее тормознули. Ну и естественно я буду развить вот это, чтобы кафешки. И люди пойдут. По мнению Совета, на территории парков не хватает навигационных табличек, общественных туалетов, камер видеонаблюдения. В свою очередь глава Люберес Владимир Ружицкий отметил, в перспективе все они будут установлены. При этом не стоит забывать, что парк это не только скамейки и пешеходные аллеи. Пятница особенно, да, суббота, может быть среда. Это должна быть программа. И она должна быть в каждом парке как-то по-своему. Я не говорю, а сейчас же вот май месяц будет. Должна быть какая-то торговля. Кто-то там вату, кто-то мороженое, кто-то квас, кто-то что-то еще. И это надо, мы должны организовать. На заседании высказаны и другие предложения, среди которых создание логотипа и фирменного стиля Люберецких парков. Некоторые идеи, предложенные на заседании, будут реализованы в этом году. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.